Стигм, J33, GG Flex, Чар ТВ, Гэмбл, Гэмбл, на тебе мы вчера как раз и остановились, помнишь Гэмбл? Гэмбл, Гэмбл! Сегодня будем играть в Elden Ring, наш персонаж идет к победе, сейчас будем вспоминать на чем мы остановились. Вчера была вот эта вот гостиница, замок, блин, лавовый, очень душный, вообще душный, просто. А, здрасте, я не про сумрачный замок, сумрачный замок наоборот хороший, мы здесь разжились с прекрасным щитом, вот таким вот щитом, ставишь щит и идешь с рывком вперед, какой-то, и пробиваешь, великолепно. В правой руке великолепно отточенная уже катана, кажется она у нас на сколько уже, на плюс 8, физически, магически, оооо, эпический. Привет, Аспект, Болз, Пантарекс, Дарья Аргента, Кабачок еще здесь, и я ролик, говорит Бобра Вечера, часик тоже, здрасте, здрасте, здрасте. Мы изучили вот это поместье, как оно правильно называется, сумрачный замок называется, тут рядышком под боком можно выполнить запрос, вторгнуться и покарать, дальше вижу карту раз, дальше вижу карту два, тут вход в замок, в который не мог зайти до этого, ну поместье, я думаю, не стоит больше трогать. Здесь мы главным образом, но щит хороший отвоевали, смотрите, красивый какой щит, ну статы хорошие весьма, то есть средне-высокие, да, они максимальные физически, физическое сопротивление, но смысл в том, что есть обилка толчок щитом, ты бежишь вперед, сохраняя при этом блок, пробиваешь противника, некоторых станешь, и еще кровотечения накапливаешь, то есть он стакается хорошо с катаной. Что с новостями стало? Да, сегодня обновленная версия выкачана была, но там проблемы все равно с сверсткой поехали. Короче, поправим. Я, пожалуй, к мосту беззакония и дальше будем вторгаться. Будем выполнять заказы на... Заказы на будем выполнять. Это у нас южное направление, да? А как там не на южное направление там отправиться? Класс. Все было так просто. Тут скалы. Чуть ли не отвесные. Да ладно. Мастер Мейл говорит, за столько лет на Гудгейме захожу, смотри только твои стримы и поиграм от Фромов и к с чему. От Фромов? Что-то Фромов я не помню. Кого ты имел в виду? Фромы. Фрома! Может сюда пройдем? Нет, это противоположное направление. Тогда через мост, а там будем уже смотреть, куда идти. Михаил, вы что-то говорили про Среду и Сколково, можно поподробнее? Да там будет встреча закрытая очередная с этими с венчурными инвесторами. А у нас же сейчас ситуация такая интересная. From Software. А, это игра от Фромов? Ребята, это игра от Фромов. На всякий случай, если кто не в курсе. Аха-ха, Миша. Миша через ща. Аха-ха-ха-ха. Понял, хорошо. Высоковато все равно, да, здесь? Да не, не высоковато. Давайте спустимся, посмотрим. Вот, все в силе. Сегодня у нас трансляция будет не очень продолжительная. Где-то до 9 часов вечера, потому что в 10 поезд. А, и... И как же мне спуститься-то, а? Вчера ни разу не умер. Ни разу! Ну, здесь заказ прям под боком. Как бы мне спуститься так, чтобы не сдохнуть? И здесь я тоже не был. Похоже, да? Ладно, давай сначала к заказу. Вроде как невысоко здесь. Там должен быть такой своеобразный красный... А-а-а! Даже так? Как это? Как это? Я проскакал где-то. То есть он похож на верху все-таки. Где-то вот здесь вот скорее. Давить? Ну да. Ага. Там огромное количество смертей, обратите внимание. Просто невероятное количество смертей, пара меток. Там что-то происходит. Ты, говорит, Миша, ты настолько хорош, что смотря спидранеров, которые проходят без смертей. И тебя я не вижу разницы. Твои бы слова, жене в уста. Я великана вижу скучающего, но он явно враг здесь. Давайте с ним пообщаемся. Вообще он не один здесь. Добрый день. Прошли те времена, когда великаны представляли реальную угрозу, да? Хотя за них отвешивают по-прежнему прилично. Ооо, там проход! Кажется, через ключ дополнительная локация. Ооо! Если жена скажет, что между тобой и спидранерами нет разницы, это не комплимент. Очень хорошо. Очень хорошо. Прям-прям-прям хорошо. Тратим мечевидный ключ. Таких тем у нас масса. Тонко. Какое тонкое? Тут толще некуда просто. И вот классическая тема, так же как в Ведьмаке, так же как и в ДСе. Ты идешь за одним, а находишь другое. И я допускаю, что мы здесь просто в данже на полчаса, на час можем пропасть. Хотя данжи бывают разные. Посмотрим, что здесь. Есть перекат сюда. По дороге. Есть благодать утраченная. Сразу цепляем. Возможно, будет темно. Я сразу включаю фонарик наш. И, возможно, придется что-нибудь дробящее брать. Да, похоже. Я уже слышу, как работают. Слушайте, а может мы сейчас тогда воспользуемся... Потестируем наше новое дробящее оружие. Палец. Помните тот, который нашли в пещере? Еле-еле там секретный, пресекретный. Палец перстни плюс пять. Который щелбаны отвешивает. Чисто эстетически прекрасное оружие. Так-то обычная дубина. Соответственно, хорошим дробящим уроном. Но если надо, может отвесить щелбан. Урона немного, увы. Само по себе оружие не является таким каким-то ультимативным. Познечный камень плюс пять. Так, что есть? Есть проход наверх, есть спуск вниз. Масса маркеров. Здесь мы можем разжиться кузнечными камнями. И традиционно... Ой, там внизу столько кровавых пятен тоже. А это кто такой тут? Охрана, что ли? Обычный. А, вот почему. О, как сбивает с ног щит. Вообще крутой. Чувствуешь палец? Ага. Да, руки. Это-это-это-это-это. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Анекдот про фокусника, да? А ручки-то вот, они где. Фу-фу-фу, войтак. А вроде взрослый молодой человек. Взрослый, не молодой человек уже. О, талисман грозового дракона. Это повышение сопротивляемости от молнии, насколько я понимаю, да? То есть, это следующий тир сопротивления к молнии. Да, изображен двух древних драконов желтого цвета. Значительно повышает сопротивление молнии. Вот уже не зря зашли, потому что боссы с молниями это реальность. Это реальность? Спецудар. Спецудар вот такой, смотрите. Это не... А, нет, это не тот. Подождите, я же должен взять вот так вот. Бах! Хе-хе-хе-хе. Это как... Смешной палец. Надувается, потом еще щелбан отвешивает здоровый. Надо практиковать. Так, это тупиковая штука, да? Я бы сходил по верху. Что-то у нас сюда. Сюда? Точно сюда. Ну, давай попробуем. Оп! Бах! На-на. Алена. Тут обычные, видите, кузнечные. Что? Впереди тайная тропа отсутствует. Спасибо. В таких пещерах ты, как правило, разживаешься теми или иными кузнечными камнями. Это нормально для пещер. Это их задача. Спокойно. Впереди предмет. Спокойно! А где впереди? О, Крок, привет! О! Категорически все приветствую. Берем еду и напитки изострим. Гэгэ желает вам приятного просмотра. Обнял. О! Обнял. О! А это, кстати, плохо очень. Очень плохо. Я не знаю, как здесь лучше поступить. Ага. Он его пробивает. Ой, ну здесь вдвое таких. Черт. Черт. Я же без смерти хотел. И собаки еще. Капец. О, здесь тупик. Ну все. Куда идти-то, блин. Блин, тут все плохо. Просто плохо. Зажали, что ли? Зажали. Ну вы выбирайся со счетом. Нет, не выбрался. Капец! С починами, Миш. 38 к душам. Просто на-на! Ну вот эти вот два рыцаря с фулл-счетами просто дикие. Надо было выбирать один из коридоров, пытаться убегать. Ну что, все. Хотел как лучше. Придется дугу тратить. Щить не могу. Надо организовывать спасательную операцию. Спасать наши души. Еще тяжелое вооружение. Блин. Да было бы хорошо, если бы мне катана была в результате. Потому что стаггера никакого нет. Урона с пальца не хватает. Оружение грейженное и все. Сейчас посмотрим, насколько в целом мы тут с катаной можем себе позволить. А, могли позволить с катаной ходить вообще. И гравитас, кстати, был бы тоже полезный. Так, ладно. Спокойно. Ты еще не совсем слил. Вижу врагов. Вижу, куда приблизительно отступать. Ну тут по одному надо было выманивать для начала. Это первое, что надо было делать. Ну или встать где-нибудь. В проходе где-то можешь держать врагов. Погнали. Но это не все. Это хорошее начало, но... Я бы тут по... Видишь, в порядке. Ты даже знаешь, что... Так, я, возможно, сейчас приду. Так, одного ударили. Убили, точнее. Блин, не вижу. Да твою мать! Сейчас сзади приду. Да твою налево. Кое-как. Кое-как. Пей. Так, там еще псы остались. Плюс обычные. Но с ними должно быть меньше проблем. Восстанавливаем души. Берем молотец. Ну, жалко просто. Но с катаной урон... Видите, урон 600 просто по собаке. Понимаете? Молот тролля. Ля-а-а. Молот тролля. Добрый вечер. Витяков. Только-только начали. А двух катан пока что отказались. Потому что щитом надежней. Так, где молот тролля-то? Вот он. Сила 28. О, комбинированный урон с огнем. Рык тролля. Инструмент, которым тролли... Камникопы раскалывают коренные породы. Тролли потомки великанов. И раньше такие кузнечные инструменты, похоже, предназначались для церемониальных целей. В древности кузнечное дело считалось великим искусством. Навык тролля. Посмотрите вдаль. И спустите неистовый рык. Чтобы вызвать мощную ударную волну, которая отбросит ближайших врагов назад. Затем проведите сильную атаку. Сверепый рык сверху... Удар сверху... А, свирепый удар сверху вниз. Привет, Мик. Мика! Так, осматриваемся. Собираемся. Кузнечные камни мрака. Ну, видите, уже смерть одна. Уже... Уже не к добру. Я уж не говорю, что дугу нужно. Так, а это что такое? Ощущение, что проход есть, да? Ага. Кузнечный камень мрака 6. Это уже интереснее. Ну, нам сейчас уже по-хорошему для катаны нужна девятка, если мы хотим еще повысить уровень пушки. Что крайне маловероятно на такой стадии. Че, и к боссу мы идем, да? Ах, слабый враг. Ага, босс. Так, ну что. Раз слабый враг, предлагаю, пока не пользоваться услугами Олега. Похоже на великана. Тролль-камникоп. Здрасте. Да, тролль. Типа мувсет стандартный. Очень слабый урон у него. А, точнее, жизни у него мало. Да, стандартный топ от троллевских. Да, босс. Ну че ты, ну че ты, ну хватит, ну. Че делаешь? Захват, что ли? Что это за удар? Ага. Ага, ага. Ага, он топнул и ударил. Ага, и выкинул. Ох ты какой опасный. Ё-моё. Да что? Да дай мне. Да дай мне. Да да. Так. Да, вы видели? Я увернулся. Это был блок, кстати. Да, тут даже Олег бы в одиночку справился с этим невдалым троллем, за которого дали 9 косарей душ. И это что-то слабый враг неожиданно, крайне неожиданно для такого места выдавать противника, у которого мало здоровья, стандартные эти движения. Добрый вечер, хаммерус. Привет, привет, привет. Сейчас проверю, вдруг здесь что-то есть. Но кажется, это посредственная пещерка. Без амбиции, без перспектив, без толку. Только вот смерть настигла меня. Разок. Рыцари были сложнее, чем босс. Просто. О, там еще верлойн у нас. Ё-моё, какие люди! Привет, верлойн. Вот, посидим с вами часов до 9. Потом... Потом поезд. Поезд. Завтра повстречаюсь с Арктонцем. С нашим Валентином снова повстречаюсь. Пообщаемся. Так, что делать? Что делать? Возвращаться, заказ выполнять. Добрый вечер, чиз. Чиз. Да, где-то здесь должна быть метка. Кровавая. Да, вот она. Ну что, вторгаемся, ребят. Эффективность оружия будет понижена, скорее всего, да? У меня, во-первых, щит отвалится сразу. Потому что я не дотягиваюсь до него. А оружие, кажется, не должно отвалиться. Давай попробуем. Вторгнуться в мир релея без действующего. Релей. Это у нас вторая задача по линии, там, в этом, в особнячке. Да, 52к, ничего страшного. Чё, прелое? А, вот он. Ага. Он с арбалетом, что-то тут. Ага, вот так. Ух ты, ё-моё. Это было очень опасно. Это всё ещё опасно. Уже не так. А-ха-ха-ха. О, какие серии. Кровопотеря. А, это красная гниль. Купец, у него опасная серия. Лучше не давать ему начинать самому. Спокойно добить. А то я позволил ему серию провести. О, дуга! Ес! Как раз мы оставили дугу. Дугу! Возвращаемся в мир. И кто-то говорил, что там три задания подобного рода. Можно метнуться кабанчиком. И... Что это такое? Пузырёк крепуса? Это похоже на амулет. Чёрный ключ-болт. Это не похоже на амулет. Это амулет. А... Вот он. Позволяет владельцу передвигаться бесшумно. Окей. Ну, вы знаете, мы отношение к Столсу. Огромное количество, кстати, здесь пятен крови. Видимо, всё-таки. Вот. А сейчас надо решить. Я бы, наверное, переместился по фасту. Сдал бы квест, получил новое письмо. Всё равно у нас вейпоинт тут рядышком, правильно? Давайте в вулкановом поместье перейдём. Посмотрел бы, куда в этом письме меня снова отправляют. Ну, вот, там, трёх людей нужно устранить. Можно поговорить. Не факт, что это к чему-то приведёт. Вижу, тебе удалось справиться с очным... А, нет. Говорит. Вот твоя заслуженная награда. Прошу, возьми. Змеевидная костяная катана! Котана, ребята! Пришло время поведать себе. Обысленно владельцы этого поместия, владыки Рикарди. О, древо Эрд не спасла погаших благодать. Однако, этого было мало для выполнения столь грандиозной миссии. И погаши быстро погрязли в мелких склоках. Как и хозяева осколков, что боролись за власть после раскола. Гиппогриф нет сегодня, PUBG нет, не будет. Наш плодыка взбунтовался. Горят возмущения, он отказался драться за жалкие объектки. Так. Если древо Эрд и сами боги решили смешать нас с грязью, то в ответ мы поднимаем знамя борьбы. Даже если за это нас обвинят в ереси. Мы во главе с владыкой Рикардом поклялись, что не успокоимся, пока не завершим начатый. Так, хорошо, к чему-то это все. Если ты ступишь на сей доблестный путь, то однажды узришь владыку. Его встреча с нашими героями — настоящее представление. Ой, интригует. Жду не дождусь этого дня. Ага, какая... Нам дали третью катану в игре. Костяная катана. Котана. Вот она. Она накапливает яд, а не кровотечение. Чисто физически. Двойной удар. Модификатор ловкости С. И требование полосок ловкости выше, чем у обычной катаны. Ну, здесь Б модификатор, но это из-за того, что она точеная. Там плюс 17 уже. Ну, это яд. Блок. Кстати, у этой катаны потенциал значительно выше, чем у предыдущей. Посмотрите, насколько урон разнится. Всего лишь полтора раза, несмотря на точку в плюс 17. А каждая на точку где-то процентов 10 добавляет урона в среднем. Блин. Зловещая катана в виде змеиного скелета. Плотный ряд шипов, выступающий из режущей кромки, покрыт смертельным ядом. Навык двойной удар. Навык выдающихся воинов. Проведите перекрестную рубящую атаку из низкой стоки. Можно провести до двух дополнительных атак. Она, скорее всего, легендарная и так не точится. Но легендарные точатся просто пореже, но сильнее. Так. Я проверил бы ее. Так, давайте за письмецом зайдем. Здравствуй, Ратаня. Только сегодня тебя обсуждали? Хо-хо-хо-хо. Обсуждали тебя. Красное письмо еще одно. Открываем инвентарь, смотрим, что... А, это новое. Обычные были письма. Это красное. Письменный запрос в вулкановом поместье, где упоминается имя погасшего жертвы. Это последний запрос, поэтому письмо ярко-красное. Вот так вот. Джуно Хослоу, Рыцарь Крови. Его можно найти в вершинах великанов. Точное местоположение отмечено на карте. О, это Котана-то... Не, она такая же, подлиннее. Может, чуть-чуть длиннее. Я сейчас хочу проверить обилку этой Котаны. Люблю Котаны. Наша самурайская специализация. Что умеет? Опа! Это все, что ли? А если... А-а-а! Вот так вот. То есть там прям серия, серия, серия. Так, а допустим, если ты у нас будешь стакаться с другой Котаной... Что я бы... Двойной удар сохраняется, да? А, ну это будет только двойной удар этой Котаны. Раз-два, раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь. То есть она... Если мы хотим использовать двойной удар, то это надо делать с офф-хендом, получается. Ну и так что-то надо? Точить, вытачивать? Мне нравится то, что здесь не кровь, а яд. Возможно, против кого-то будет заходить даже лучше. Ну, там типа подтравил босса, пошел кайтить. У него там тает здоровье от яда. Тестить-то надо эту вещь, правильно ведь? Давайте, может, тогда... Для щита есть пепел, который позволяет использовать спешл от оружия. Не нужно... Для щита есть пепел, который позволяет... В две руки. Так и мы можем вроде как местами просто поменять щит и меч, тогда будет использоваться спешл не от... Не от щита, а... От оружия, если я правильно помню. Талисман забыл надеть. Давайте посмотрим, что по этой катании, что там по кузнечным камням мрака. Сколько всего, и... Хватит ли мне накачать. Обычный кузнечный камень. То есть это просто... Оно точится, как и точится. Как обычное. Правда, точится на 10% от урона. Но модификатор круче. Блин, ну мы можем... Покупать кузнечных камней у кого-нибудь. Не помню у кого. Можно проверить. Олег, к сожалению, не усиливается. У кого-то продавались даже здесь кузнечные камни. Плюс на эту катану будут действовать молитвы, раз она не рарная, а обычная. Да, то есть ее можно еще чармить. Ее, блин, еще можно чармить, получается. Ну, тем же самым клинком порядка как-нибудь. Ну, или добавлять любой там урон через молитву. Ну, че, покупаем камни. А их тут безграничное количество. Офигеть. Ладно, давай штук 20 таких. Я не знаю, сколько у меня вторых. Ну, купи немножечко, 12 штук хотя бы. Для полной заточки по этому тиру. Всегда есть дилемма. Ты получаешь новое оружие и хочешь его протестить, но оно в базовом своем состоянии дает только общее представление о своей эффективности. То есть, чтобы его полноценно ввести в обиход, тебе, ну, по-хорошему, его нужно немножечко подтянуть. А, стало 27. Окей, спасибо. Ну, вот. Фиксируем. Значит, базовый урон был 120 плюс 46. Модификатор ловкости С. Базовый модификатор ловкости С. Многообещающий. Точим раз. Точим два. Точим три. Дальше точим на 4, 5, 6. А здесь уже упремся по камню 3. Точим только на 7 и 8. А на 9 не хватает. Но урон уже увеличили в полтора раза. И можно, например, уже сейчас сравнить эту Котану с Котаной нашей прошлой. Обратите внимание, что у этой... А, ну здесь еще у нас... А, ну бонус от ловкости у нас повысится в любом случае с С-шки на Б-шку, и бонус подтянется. Но базовый урон у них уже сопоставим. То есть здесь 185, здесь 175. Но это заточено на 17, это заточено на 8. Плюс тут еще яд, видите как. Ладно, попробуем ее поиспользовать со стандартным нашим щитом. Прям стандартным, стандартным, чтобы не отъедать ничем. Слабенькая она будет сейчас все равно. Кровотечение лучше, яд почти бесполезен, говорит Рутони. Ну е-мое, такую малину просто запарывает. А где появился наш следующий враг? На карте должен быть такой красненький маркер. А, о, что? Вот это мне дают представление о том, сколько тебе еще предстоит интересного изучить. Представляете? Вот это контент опять, море просто. Так, тут я пройти не мог. Можем от холма попытаться выйти на этот южный тракт. Чем он хорош? Он хорош тем, что здесь сразу карта одна, карта вторая. Давайте попробуем так перенестись. Блин, яд, яд. Ну и камней не хватает, видите, третьих. А, так я же вообще... О-о-о-о! Вы помните, была развилочка? Я вот отсюда свернул куда-то не туда. Я видел прекрасный вот этот вот замок. Вот просто красота опять в очередной раз, обратите внимание. И думал, вот сейчас я сюда схожу, только погодите, проверю пару направлений. И все, и пошел, кажется... Да, и пошел на север. И пошел на север на два стрима, часов на 10, на 12. Просто! Вот реально, мы здесь были три трансляции назад. И я когда прискакал сюда, думаю, ну вот пойду сейчас вниз. Только секундочку, секундочку! Проверю пару закутков, блин. Ну что, спускаемся. У нас душ, правда, много. До неприличия. Черт, я бы... На севере я точно еще что-то недопроверил. Это 100%. Я-то, насколько я понимаю, не влияет вообще на боевые характеристики. Это просто уменьшение количества здоровья, да, у нас. Надо проверить еще серию. То есть вот именно зажимать, по это самое посмотреть. И, кстати, у нас амуль-то на серию стоит. Не стоит. Надо, пока не будем. Катану новая ядовитая. И нам ее выдали по квесту в вулкановом поместье. За устранение второго падшего. Ну, погаши души. Ты что, блин? Ага, вижу. Ну, а там артиллерия работает. А, не то. Там несколько точек. Понял тебя. Ну, тут ребята такие. Блин, ну урон вообще нулевый. По сравнению с нормальной катаной нашей. На плюс 8 редкой. Ладно, давайте отложим до точения ее. Ну, разница, видите. У этой катаны 170 плюс 80. У этой 240 плюс 90 плюс магический урон. Ну, зато она как бы раскачана, типа, как на плюс 20. Неудивительно. О, ну просто 500 урона с руки. Здравствуйте. Все, тут тебе сразу из тагера идет перебивание удара вражеского. Никаких проблем просто. Никаких проблем. А как ты умеет, а? Откуда у тебя столько выносливости? Скажи мне, друг. Ааа, получил? Да, он любит за щитом стоять. Липсом, здравствуй. Сейчас давайте я поставлю тогда еще щит новый наш. Вот его можно было, кстати, улучшить. Посмотреть на усиление блока. Сработало бы оно или нет. Так, иду в целом. Я, как и планировал, на этот южный тракт. За картой. Да, ну, бросить. Какое-то несерьезное вообще. Ааа, вот это уже интереснее. Тоже четыре удара. А когда-то он был боссом. Когда-то он был крут. Лагерь такой интересный. Мне кажется, что... Там он садник еще впереди. И проход. Смотрите, лестница. Там главный ворот. А замок эпический стоит впереди. Красивый. После этого мрачника... Такая палитра классная. Вставай. Ааа. Так, значит, да мы... Они встретились. Они встретились друг с другом. Люди, которые умеют... Толкать щитами. А, как ты выжил-то, друг? А ты... О, это плохо. Не понял, как он выжил-то. Это новый, скорее всего, да? Этот удар контрит любой другой. Потому что он сохраняет блок. Ну, вот этот вот чардж со щитом. В этом и смысл механики. То есть ты его ставишь, сохраняя блок. А еще сбиваешь... Ну, если он там бьет тебя, ты, скорее всего, блокируешь удар. Принимаешь это на выносливость. Если он стоит в блоке в каком-нибудь... Это удар хорошо стамину пробивает. Ну, как и удар там с ноги какой-нибудь, да? Или удар щитом в целом. И он баланс минусит у тебя. Ну, как... Видимо, это одно и то же, по сути. То есть если у человека не хватает стамины, то все, он открывается. И ты можешь его еще критануть в открытого. Хороший щит. Надо его попробовать реально под... Немножко подгрейдить, подточить. Мясо из шеи черепахи. Что? Ты не имеешь права. Типа собака? Собака, понятно. Так, а впереди кто сидит? Тоже похоже на такого полубосса. Из прошлого и дерево. Семечек справа. Так, тут даже двоих. Я, правда, не понял, кто это. Кто из них кто. Второй такой же. Ну, у них... Довольно размашистый и сильный удар. Выжил тоже на последних. Да как так-то? Да, брось. Хорошо, неочередность соблюдают. Красивые серии. Прям, ух. А, иди сюда. А, это захват. Я думал, просто обнимашки. Да, брось. Ну, давай со счетом попробуем что-нибудь сделать. Ну, он, видите, перебивает. А ну-ка. Надо чаще пользоваться счетом. Это реально минус баланс. И, как следствие, очень простые дальше идут удары. Там один, второй. Давайте еще разок проверим. Да, стамины уходят. О, маны уходят. Ну, а этого почему-то не перебили. Кровотечение отлично заходит. Уже 50 косарей душ. А, мы их особо уж не тратили. Мы потратили на заточек, только и на покупку. Так, что будем делать? Бузи-бузи. Здравствуй. Всем добрый вечер, друзья. Вот оно. Одно дерево с семечком. В прошлый раз мы уже 4 потратили для того, чтобы получить новую фляжечку. Калеки тут ходят. Из начала игры. И впереди, кажется, нет. Там благодать, но карты что-то я не вижу. Может, сразу в замок пойдем? Он такой эпический, красивый. Ребята, ну, ребята. Я же за лутом пришел. Артиллерий стоит. Не успел подняться. Какие люди. Здравствуйте. Привет. Привет. Всем чмоки в этом чате. Но. Помните времена, когда Миша был гордый самурайкой, убивающий врага из лука. Чисто красиво. А посмотрите на него. Плащ грязный. Меч заляпан кровью. Щит вообще изолентой перемотан. Да. Ну, как-то, а кто? Минус. Ну, вот. Раньше все было красиво и изящно. Когда меня макнуло пару раз. Так и изменились. Так, давайте скинем души. Повысим уровень. Мне не хватало статов на щит. Мне не хватало статов на щит. И, скорее всего, статов не хватало именно... Да, силы не хватало. Сила... Единичку силу если прокачаем, то даже без благодати сможем использовать этот щит. Это большое дело. Давайте попробуем. 88 уровень. Ё-моё, дожили. Итак. Мы, кстати, проходя на север, откроем... Откроем карту. Ну, опять же, посмотрите, какая красота. Опять, опять... Игра не устает поражать своим геймдизайном. Даже на лошадь не хочется садиться раньше времени, чтобы заценить вот эти вот виды шикарнейшие. Что ж. Да... Ну, ладно. Погнали. Так, сверху работает артиллерия. Я проскакиваю, потому что не вижу здесь больше никаких других... Нужностей, так скажем. Общий сбор трубят. Артиллериста вырубаем. Наверняка и в округе тоже что-то интересное есть. Чарует оружие. Молодцы. Такие удары хорошие. Ну, ребята, не это самое, не... Пока не могут ничего сказать, сделать. Зачем подкрадываться, если я его с двух ударов, скорее всего, убиваю? Бэкстеп на косарик. На 1200. Ай, красиво. Магия не поможет, а зачем? А, он говорит о том, что... Типа, наверху есть. А, вот эти вот уже серьезней. Два лучника, во-первых, тяжелых сверху. Да, словил разок в лошадь, причем словила. Понимаете, как? Это уже другое дело. А как, почему? Нет, эти, эти, ребят, серьезные. Мне даже расхотелось. Перехотелось. На каждом из этих уровней может быть еще что-то. Но я устремляюсь вперед. А, и там дальше вообще кавалерия какие-то серьезные. Смотрите. Это вообще полубоссы. Да в самом начале был такой рыцарь. Помните? Да, страж древа. Два стража. Олег. Так, не, погоди. Я, я больше... Я могу, я могу сам. Они же нихрена не умеют. Я уверен. Ребята, с ограничениями. Ну, что ты сделаешь? Самое время вспомнить про лук. Здравствуйте. Ну и чего вы? Ну и чего? Кони недрессированные, да, у вас? Ну, подождите тогда. Я человек простой. Лук у меня есть. Опа. Опа. А что такое? Скакун. Ля какой. Уприкрывается щитом. О, как, 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 как. Подожди, подожди. Подожди, здесь он не достанет. Так, надо запрыгнуть. А сюда пройдешь? Ну, вот сюда вот пройдешь? Ай, толстый. А-а-а. Какая достада. Ребята. Что же вы, как же вы, так же вы, а? Как так? Оп. 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 Ой, нетренированный какой, а. Что ж такое? Ну, кто так делает, а? Ну, немножко еще. Ну, достанешь. Почти, родной. Давай. Ну. Ага. Ага. Ну, че, чатик, как дела? Что у вас нового? Да ты что можешь без Олега? Да, конечно, могу. Самураи или не самураи? Ага. Так, стрелы закончились. Здрасте. Первый пошел. Ну что, я зря составной лук грейдил. По такой же эпичную музыку подходит второй. Красава, конь-огонь. Телепортируется. Но он обузит тоже. Не честно играет. Ну. 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 Ну, здесь он может пройти, я думаю. Если захочет. Ну, куда ж ты? Ребята, ладно, я покажу. Что я могу и так. Раз на раз. Такой он, конечно. Ага, ага, ага. Я, может, и не могу, кстати. Ой, а может, и не могу. Ой. Да как так-то? Брось, друг. Брось, друг. Брось, друг. сколько можно жить друг ай тот же вопрос да ладно но если бы это 1 vs 2 естественно у меня шансов на земле не было никаких я должен был на рис 20000 спасибо большой щит древа r у руна героя для дарили как так и дарили большой щит 30 силы о афигеть но 100 физ очень высокая сопротивляемость святому урону магии да вообще все высокая прям все высокая 66 76 большой тяжелый золотой щит могучих рыцарей из ордена стражей древа благословлен древней защитной молитвой стражи древа живой оплот древа эрт источник вдохновения особый навык возьмите щит в руки и высвободите его защитную молитву отгоняет вражеские чары и молитвы позволяя нанести ответный золотой удар была бы сила но сила кстати можем дотянуть до тридцатки можем дотянуть силу до тридцатки прямо сейчас еще поставим плюс 5 силы возьмем этот щит капец вообще по всем параметрам лучше кроме там то что резист к молнии с 40 с 50 до 45 падает переходим в разряд тяжелого снаряжения но зато стопроцентный физ резист выше на 16 магия выше на 26 святой я бы проверил золотое возмездие у нас тяжелое снаряжение от которого скорее всего не избавиться так просто они отможены довольно просто причем среди какой здоровый щиты персонажи золотое возмездие а вот оно то есть получается что он еще раз делает он отражает заклинание и да блин не так я хотел сделать отгоняет вражеские чары и молитвы чары и молитвы может это рефлект какой-то магический 60 блока за 30 сил и мусор какой-то вот они эксперт вижу древо впереди вижу благодать и там же будет у нас карта я сзади оставил довольно большую местность на исследовании окраина столиц золотая семечка раз золотая семечка 2 ууууу восстанавливаем да я думаю надо как минимум потестить этот щиток одной семечки тем не менее не хватает для жертва сейчас не помешает так давайте посмотрим для славится карта чем я открыл ё-моё это я просто 1 1 1 1 крут круг защиты прошел там впереди настоящий крепость еще какие-то рвы какие-то проходы нпс стена потом непосредственно сама крепость под сводом дерева и при этом возможно я зря с распутью сюда свернул потому что мы как бы по логике надо было сначала вот эту вот штуку открыть ну да по логике надо было сначала на север он давайте сначала по логике ну очень круто тут немного за стрим пройдем да 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 там просто открываешь карты понимаешь что здесь столько контента дальше так на вот на север как раз все посмотрели ужаснулись поскакали дальше вот по этому тракту на север и откроем эту часть карты будем от нее плясать а это заговорить а кто это у нас тут зачем же приятно увидеть знакомое лицо за стенами крепости круглого стола басти тут подходит с тех пор как я покинул ее я кое чему научился эту молитву кажется мы с ним да и зачет молитвы неловкий момент был что у него есть восполняет очки здоровья вам ближайшим вам ближайшим замедляет накопление яда лечит отравление повышает сопротивляемость магии огню молнии ударная волна вырывается пламя ну молитвы на сопротивляемость запомнить что они принципе есть спасибо еще один тут как-то по это самое папа понять не впереди еще одно древо rd если мы будем через ну на север будем держать путь причем вот это вот местность надо исследовать есть руины какие-то совсем неподалеку возможно спуском вниз тут повыше тоже код пещеру еще руины руины разрушенный мост выход к эрду еще руины есть непонятно что но вот север выглядит тупиковым и я бы держал направление вот прежде чем открывать и это еще не все понимаете нам дали письмо на устранение чувака которого надо ну которому надо вторгнуться вот здесь вот понимаете вот здесь вот это еще спустя пару участков карт приветственный удар да немного лора столицу построили люди которые взяли на себя охрану кольца элден и поселились под деревом после плохих событий полу люди и прочие начали штурмовать столицу мы видим последствий битва понятненько короче я пошел на север только вопрос через что зашел бы вот сюда на руины для начала надо будет сразу как только появятся какие-то поползновения по по чарам молитвам пытаться бог использовать стоп или я здесь был нет здесь не был очень много кровавых следов собаки бегают понятно осторожно враг а а ясно а а разве это враг но славится ценный предмет окей great на пляжечку плюс один но как правило он здесь валяется всегда что еще по руинам осколок человеческой кости так а если реально на север немножко сдвинуться там похоже на тупик звуки странные звуки странные есть крис хонтэч здравствуй такое впечатление что такое впечатление что я частично вот здесь был если наверх запрыгнуть ладно спустимся аккуратненько сюда но таких врагов я еще не видал лилия микеллы не нравится мне здесь уже путь в никуда что ночь и черта не видно я бы сюда вернулся когда распогодится давайте на распутье и на север через а сейчас только увеличим эффективность фляжечки то здоровье много хорошо плюс 7 скакали на север как минимум нужно дойти до древа эрт вот сюда вот по дороге тоже будет много всего интересного куда стоит зайти руины руины пещеры вот это вот тоже интересная штука но наверное наверное пока по дороге очень легко здесь заплутать точнее не заплутать а там на пропускать забыть тем более журнала заданий здесь нет поэтому извините чуть-чуть им не хватило урона каждому по удару так а где я старуха пальцы телепорт на востоке золотые руины на западе змеиное логово куда бы не вел твой путь его стоит пройти куда бы не вел твой путь он будет безрадостным это проклятье проклятье королевы королевы марики добро торговец рядышком и телепорт то есть тут скорее всего мы через разрушенный мост каким-то образом пройдем на ту сторону да вот что то купить верно что у него есть у него есть пара подсказок кстати так друзья должен отвечать на пять минут послушайте музыку пошептись решите что купить у меня есть деньги в под ключи наверняка мечи видны и нужны что еще там щиты может проверить стрелы скоро вернуть подпишитесь подпишитесь Продолжение следует... 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 я пробовал парировать Класс Видели? Но товарищ вообще непростой Он меня с двух ударов чуть полностью не обобрал Блестящая корона Хаймы Одеяние боевого мага на рукавнике боевого обмотки Боевого Да, подсказки, возможно, не те Я это самое взял Там надо было запомнить название Фляга, руины поселения, врата, тайные пещеры, влаги про люди Это было Незаметные убийцы Факелы Не, ну вот это точно оно То есть щит позволяет отражать заклинания И, возможно, против каких-то боссов Это тоже будет работать Понимаете? Понимаете? То есть он в тебя Ты нажимаешь одну кнопку вовремя и все В него обратно летит сразу же Извините, пожалуйста Все, вижу мельничку Там в северной части Здесь тоже одна мельница есть Я бы проверил их Что это такое? Пастбище Восточный мельниц Тут бешеные люди Да, что ж такое? Аллергическая штука, sorry Невозможно Что-то произошло Что-то произошло Где-то нахватался Они же френдли Где они френдли? То чего? Возникает вопрос Зачем я сюда пришел? Мельница Бестолковая Парные клинки рыцаря есть Сила ловкости Ничего выдающегося Жуть Маги используют запрещенные приемы Кидает в тебя кошачьей шерсти Да, это Это неожиданно было Ладно, здесь так пустовато А что ж поделать Вы видели эту? Странно И эта мельница Она отмечена на карте То есть это какой-то ивент Она не просто так здесь стоит Что здесь нет просто вот таких вот Отмеченных на карте Ивентов Всегда что-то есть Ну там ни подсказок Ничего Еще аналогичная мельничка Ля красавец какой И в первый раз с ним встречаемся Сталкиваемся Что это? Пока мне только не мой вопрос А, тут есть еще продолжение какое-то, да? Ну типа Почему меня сюда привел Привел телепорт Что здесь есть такого? Фиррель, привет Мы взяли щиток Тяжелый, здоровый А тут смотрите Безумцы танцуют Начинают цветы какие-то расти Цвести Праздничная мелодия Нет, не сдаясь Меня кожа Клянусь Они грязнее грязи Ну вот мы в эту деревню сумасшедших Приходим, кажись Я хочу домой Абсолютно точно Жутко Хорошо есть Сравническая Я думаю Я думаю, что ответ нас ждет Где-то Где-то В конце этого поселения А, они приходят в себя Они безумны, ребят Они безумны Они безумны но жутковато очень я бы хотел поскорее узнать в чем здесь у них проблема да вижу поопасней товарищ он раньше боссом был а он и есть апостол божественной кожи да с кровотечением со всеми вот этими штуками вот кстати можно попробовать поотражать я пытался я пытался чуть раньше надо видимо на 118 ему пофиг ну вы узнали его да он подземелье был и захват на себя а вот вторая фаза сейчас будет издалека бить а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просто деревня сумасшедшая Так, давайте чуть немножко назад вернемся У нас есть место, где очередное древо Эрт и спуск вниз Но там был мрачняк, да? Неподалеку из пещеры, но тоже это вроде как спуск вниз Давайте попробуем с этого вейпоинта как-то Или дойдем уже до ворот Давай сюда Вариантов очень много, куда можно пойти Подгодка так себе Ну давайте проверим Можно ли здесь Не похоже, что можно Можно ли здесь дальше пройти Хотя Совсем невысоко справа спрыгнуть можно И вот к этому древу Эрт можно при-при-при-прийти Как? Совсем же невысоко было, ё-моё Я не понял вообще, как мы упали Вообще же было невысоко Чёрт, дугу жалко Аккуратненько спускались Я даже Даже и близко не ожидал, что Что умрем там Ну то есть там Тут багованное место, спуститься можно Да вон там метки стоят И много смертей я не обратил внимание на это Но видите, что можно вот сначала туда, потом туда Так Так Ага Ну я дугу использую, чего Не хочу То есть что-то случается Сразу нашли пещерку Может это старый чудак? Заходим Хороший щит А представляете, заклинания будут помощнее Не просто какая-то там ледяная стрела Или что это Мэджик Эрол был какой-то стандартный Там можно было спрыгнуть тоже А какая-нибудь серьёзная штука будет в тебя лететь И ты вовремя щит подставляешь такой И всё Там уже в обратное направление летит Как раз ироническая дуга Чего за щит им бы опять нашёл Щит с хорошими статами Очень тяжёлый, к сожалению 30 силы требует Но нам единички не хватало До его использования нормального Поэтому норма Он Самое главное, что он делает Он может отражать заклинания То есть в тебя летит Ты Тыкаешь кнопку Урон не проходит А в противника возвращается Такое своеобразное парирование заклинаний За счёт Ну, за счёт щита Имба Ну Я только на одном успел проверить Типа оно работает Но Возвращалось не так много урона Поэтому Так Собираем кузнечные камни Потихонечку Ребята, ещё Для акробата Блин Люблю Вы видели, да? Как катана Врезается просто Да я помню мага Стрелявшего сверху Просто К нему Пока было не добраться Вот он, родной Ага, и дальше ещё один Ща покажу Смотри А, не уверен, что эта штука Отражено Проверяй Ща покажу Видел? Видел? Чё ты мне подсказываешь, что щит работает как-то иначе? Ничего, ничего Всё отразил Продолжаем исследовать пищу Так, видим сразу, что здесь были какие-то смерти Ой Ой, знакомый человек Так Этого я помню Он разок нам встречался Помните, под землёй Камнями заваливает Пока ты до него не доберёшься И не ушатаешь Самая главная проблема Как раз добраться до него Так, а это что у нас? Уже босс, что ли? Впереди кристалл пара Да Ладно Сегодня ещё не было Олега Мана на него хватает Погнали Ой, да ладно Сейчас дробящее нужно Да, дробящее Чёрт Балин, чё, вот так вот Помните, да? Щелбан Нормально, нормально, нормально Давай, иди сюда Бэмс Где? А, не можем Подожди Мана закончилась быстро Олег, держись Я щас помогу Бэмм Ха-ха-ха-ха Ещё разок Бэмм Бэмм О, стаггер На-на Очень простой босс Если ты не лезешь на него С... С шашкой на голо Потому что если бы мы были Били точёной катаной Пофиг, что там Магический урон По 400-500 Таща пофиг Мы бы наносили 9 А щелбаны, кстати, хорошо работали Видели? Один удар Бах Его с ног Второй удар Бах Уже в этом В нокдауне Таком С-образном Ну, что он не может Что он получает крит сразу Но это ж ещё не всё, правильно? Надо пройти ещё к этому чудовищу второму А там камни Некто Представившийся как папа Ты поддержал ваш канал Настя Руф Папа тут Пап А-а-а Нам нужно наверх забраться По этой штуке Ой, рискованно Так, а погодите А я же это самое Я же случайно Чисто случайно Я не могу его отстрелить На такой дистанции Нормальным луком Ну, типа Блочным луком Не? Муамагу Давай, отстреливай Не зря я блочный лук Грейдл А то очень легко свалиться Эти же камни Они не только урон наносят Они же ещё и Скидывать себя могут Вот, самураэль Все, изи Пять косарей просто А то бы сейчас полез В попыхах Быстро Торопился бы Очень сильно Промахнулся бы Упал Пополнил бы ряды Вот этих вот красных Красных пятен Да что? Да там глитч какой-то Просто Меня вытолкнулось С текстуры Вправо И всё И в первый раз И в второй Ну, это, конечно Ребят Ну, это Ни в какие ворота Не лезет Не, ну вы видели? Вы видели? Это просто-просто Это несправедливо Сейчас я в разнос Пошёл уже Не, ну это было Нечестно просто Я всё сделал Как надо Ага, ага, ага Ну там было видно Что я с это самое Здесь нужно спрыгнуть Видимо Именно спрыгнуть Потому что если ты спускаешься Ты за что-то там цепляешься И он Сваливается Пробуем забраться Ой, только не говорите Что всё это было сделано Ради какой-то Какого-то Эфемерного Лута О, оружейный Талисман Это не Эфемерный Лут Я этот Талисман Использую Он вес Снаряжения Увеличивает Правда Совсем Незначительно 77 70 87 Да ну Нафиг Серьёзно Это вот Ради этого Я Рисковал Жизнью Не просто Рисковал Я потратил Её Так А там можно Как-то пройти Здесь ещё Пещерка Туда можно выйти Очень странно А, подождите Кажется Когда мы поднимались С вами На На лифте Был какой-то Вариант Правильно Ведь Вполне Вполне Возможно Да Вполне Возможно Даже Невозможно Я помню Там было Какое-то Ответвление Спрыгнуть Можно Было Вот Сюда Можно Спрыгнуть И скорее Все Эта Штука Меня Приведет В тыл К Врагу К боссу Там Ну Чё Ага Только Это уже Спуск Нехорошо Получается Здесь Надо Ещё Выше Получается Да С левой Стороны Будет Это уже Спуск Э И что И зачем Там же Нет выхода Там нет выхода Алё Какой смысл Блин Игра Ладно Не Наверняка Ну Здесь Сто процентов Есть возможность Пройти Именно туда Но Возвращаемся Назад Выходим На поверхность Блин Уже Две Смерти Сегодня Как так Такой Красивый Молодой Человек Сорвался Здесь Здесь Меня интересует Древо Эрт В первую очередь Руины Прямо По курсу Сопровождают Подсказки Старый Чудак И смерти Ничего Не было Да Тут есть Спуск вниз Как вы видите Я бы хотел Проверить Что они Охраняют А Охранят Так Вот Одна Слышит Прямо Немного Слышит Прямо Немного Охранят Но Вод Так Так вот даже. Да у них окаменение. С плевка. А, они слепые еще. Ну, если оно работает так же, как в третьей части, это сразу смерть по накоплению шкалы. Понимаете? Впереди бог. Сейчас будет герой. Впереди необходимый предмет. Сейчас будет еще один мини-босс, ребята. Впереди заклинание. Впереди враг отсутствует. Кому верить? Вероятно лжец. Впереди ловушка отсутствует. Золотой гнев. Создает золотую ударную волну, отбрасывающую врагов. Вера-32. Ну, двигаемся дальше. Заклинание не особо нужное. Зачем. Затем. 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 все в балахонах каких-то стоят тоже местечко такое не неприятные неприятные так возможно призыв болен это щиты тащили щит со знаком немножко отпустит нас так не отпускает о хорошо это было хорошо еле выбрался оттуда заплевали бы превратили в камень и все как она ну потихонечку идем сегодня разжились пара и тройка щитов новых так это тоже классный поменьше требования по силе похоже конечно у него балансу ну блок имеется ввиду но в целом сопротивляемость хорошие так прорываемся впереди перекат не поможет тогда тайная тропа что ничто не поможет что мне нет среднее снаряжение так перекат перекат тайная тропа даже и близко нет привет хамблби обычно в таких местах действительно присутствуют какие-то вход в подземелье например бывает горит иллюзорная земля ничего подобного не вижу здесь и да и не отмечены ли они эти руины не в отличие от предыдущих давайте дойдем до границы беремся в скалу к дереву погнали тогда других опций здесь и пожалуй не вижу погнали к дереву стоп еще руины так пепел войны золотой удар это что-то новенькое что-то новенькое дерево где-то рядышком я его даже не вижу болин на 1 можно отдаться вместо древа какие-то руины а его прошел она типа где-то по левую руку осталось дым а вон прям мимо прошел есть большое количество врагов и поддержал наш канал рейди дота привет не знаю сколько но до кухни я шел с заметным отклонением влево игра готова да помню про какого босса идет речь а может быть это мало древа эрт это же особый какой-то здоровый да червиморды олег но и гаде цвет ну вот первый раз сработал это штука окаменение все она шатает тебя да сколько я сегодня ducs слил там еще душ было ты 70 м ладно ну и допустим мы сейчас восстанавливаем чем я держал дистанцию старался тихо 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 олег ради всего святого олег блин олежи очень медленно убивает убивает а я подойти близко не могу нет а и и и и и Лучше бы это было Обычное дерево Пролитая багровая слеза Багровая и Крапчатая Посмотрим Что дают Багровая Временно повышает максимальные очки здоровья При добавлении сальвы Лечит недуги Вот это хорошая тема То есть снимать универсальное изделие Которое бы снимало у нас там отравление Всякие там Ну любые статусы Очень пригодилось Можно покрафтить его я думаю Ну был у меня лук Но его надо переставлять Потому что он у меня не Не в быстром наборе Из-за перевеса Все из-за этого проблемы Так Ну и вот сюда бы я еще сходил Скакали Место мерзкое очень Тоже темно Убить могут вообще в любой момент Может быть надо было по городу ходить Арктонс Привет Ага Дальше я не заберусь Да Похоже не заберусь Никак Почему опять не имеешь права Да Какой левел Где-то 88 сейчас То есть персонаж конечно очень опытный Но убить тебя все равно могут Так давайте здесь благодать возьмем Душу скинем И возможно Я же здесь могу эликсирчик сделать другой Или нет Ты экспой обузил Не планируешь Я не знаю что такое Как обузить Вот Смешать чудесное снадобие Убираем Убираем Сопротивляемость лечить недуги Можно значительное понижение урона Мне оно понравилось Вот так вот И повысить уровень Долго сегодня стрим будет? Не-не-не Сегодня очень недолгий стрим Потому что через пару часов надо будет уезжать До девяти короче говоря Пару уровней 15 тысяч оказывается дает Пару уровень Повышаем Давай потихонечку в силу Раз уж мы в щиты пошли Так куда теперь? Можно до метки добежать Потому что дороги туда ведут В целом мы здесь осмотрелись Дерево взяли Какие-то Какие-то места поисследовали Пещерку поисследовали Не шибко внимательно Но видимо здесь хреново И враги не очень Такие Простые так скажем Они хоть и слепые Но Могут легко превратить себя в камень Миш, привет Когда тренироваться будем К турниру ФФА? Да Это очень хороший вопрос Коснитесь трех фантомных эмблем Загадка миража Так Загадка Первый рядом с какой-то башней Я здесь даже башню не вижу Подожди Было же Было бы Это квестовый же Здесь должно быть где-то, да? Нет Вот оно Что за башня? А, вон Разрушенный мост Я понял как Вот он Разрушенный мост Мы сейчас Где-то здесь находимся Надо еще в угол свернуть, да? Или мы здесь находились Нужно правее взять Окей Миражная башня Миражная башня То есть та, которая Нарисована на карте Но которой нет Она вот здесь вот стоит Блин Она прям нарисована даже Так, еще раз Но она, видимо, появится После того, как мы Три печати Включим Вторая печатка находится Где-то вот здесь Вижу ее уже Ах ты Черти появляются Оп А первая У разрушенного моста Загадки Сильная сторона Михаила То же самое Что я этого говорил Раскакали А что сзади? Что сзади? Что началось-то опять? Так, это не руины Раскакиваем мимо Там подсказка была какая-то Самое, что доскакать До разрушенного моста Вон он Впереди виднеется Ага, уже призрачный здесь Черт Черт здесь Ну вон у моста Разрушенного Где-то здесь И раз они спавнятся О, привет И Всегдашний Всю дорогу смотрел тебя В запись их и на ютубе И вот решил Наконец Зайти на огонь Ребята Таков путь Ребята, встречайте Встречайте щегла Вы пока встречайте Я ищу знак Потому что он где-то здесь Раз Впереди камень Но я стреляю Видимо про него и Про него речь Спасибо тебе большое Что зашел Что решился Смотрел Смотрел Да блин Нет Где-то Где-то тут Они не могут так просто Появляться Понимаете Там где-то здесь Вот в районе Спрятан знак Может Внизу Как-то вот В скалах Что я их не вижу Там метки Какие-то Тоже снизу Может быть Но появлялся Чёртик Где-то здесь Да, поскачем Не, не вижу Да там он точно По логике Он там Вон Видите Стоят Убили Смотрим Вот Да ну Блин Кажется Они появляются Тогда Когда я вижу Этот знак Или он находится Достаточно Достаточно Близко Так 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 Башня Так что Требуется Мимикрии Где-то здесь Спрятан Прям не указывает Чувак Куда Ити Ааа Может Тут камень Который Выделялся Плюс Тут с этим Да Ясно Офигеть Круто Я же посмотрел Что камень С каким-то Зеленоватым Оттенком Странный Но Но не увидел Подсказок И подумал Что это Так У меня Глюки Просто Но Интересно Возвращаемся Теперь К призрачной Башне Которая И там Скорее всего Будет Ячейка Памяти Для магов Они же Любят Вот эти Вот Загадочки Они Любят Башни О Появилась Смотрите Ее же Не было Вот этой Вот штуки Хопа Башня Появилась Мираж Миражная Башня Сообщение Неожиданное Что Блин Так Погоди Включаем Свет А Лестница У вас Прям Привет Да Еще Пропадет Когда Мы Наверх Заберемся Только не говорит Что Ячейка Память Опять Нет Невидимый Клинок Невидимая Форма Пара Заклинаний И Спящее Яйцо Для Крафта Ну Слушайте Не Выдающийся Какой-то Ивент Вообще То Но Мы В целом Вот Эту Северную Часть Так Более Менее Обскакали Разве Что Здесь Особо Не Были И Вот Сюда Я Не Заходил Еще Давайте Проскочим Без Резких Движений Михаил Без Резких Движений На Вторую Метку Искакали Хочется Уже Боссов Каких Нибудь Не Знаю Может Быть Вернуться Попробовать Жука В кратере Ушатать Ретес Говорит У тебя Суть Подобных Ивентов Они Могут Просто Тролли Часть Пролить Историю Мира Ты Не Читаешь Описание Предметов А Да Тогда Они Мимо Льют Получается Меня Это Вполне Возможно Ты Рикардо Убивал Не помню Такого Справа Вежим Можно Запрыгнуть Здесь Не забраться Скорее Слишком Резкий Крутой Склон Так Так А Этой Деревушки То Не Отмечено На Карте Но Это Мельницы Которые Приведут Нас К Деревне На Севере А Там Как раз Мы Были Тут Бешеные Люди Бегают Помните Это Было Ай Ай Стоять Покровительство Древа Эрт Повышает Сопротивление Не физическим Свойствам И у вас Союзников Тоже Веры Требует Много Давайте Ладно Куда Ни Куда Пойти Куда Пойти Куда Податься Вариант Конечно Море У нас Не так Давно Была Открыта Новая Локация И Там Мы Ничего Не делали Но Явно Там До Босса Далеко Можно Вернуться Попробовать В кратере Вот здесь Жука Приговорить Но Это Будет Непросто Жук Непростой Даже С Олегом Будет Сложновато Но Можно Попытаться Там Риска Особо Нет Может К Рикарду Где Рикард Босс В лаве Босс В лаве Одного Мы Убили Второй Там Остался НПС А Это Рикард Босс Лаве А Через Какой Вейпоинт Лучше К нему Привет Тирант Давайте Начну С жука Посмотрим Жук Все равно Жесткий Помните Он Он Плотный У него Удары Какие-то Сумасшедшие Хромыглый Окей Спасибо Вот он Жук Сразу Коня Шотает С первого же удара Что это за дела Таким Нет 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 Стой 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 Семки Стой 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 x2 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает стоять не сдаваться равно да я не мог оттуда телепортироваться, потому что бой шел бы бесконечное время ну это конечно просто я не хочу уже тратить эти все пойдем на можно наконец прыгивать в эти круги прыгательные с высоты не убирать хотя да, можно было на коне допрыгнуть я же коня мог вызвать так, давайте сейчас попробуем найти ход к другому боссу а, стоп нет, там душ не должно было быть много потеряно тут наверх, понял хорошо, спасибо до Рикардо совсем не дошел да ладно вероятно, секретный ход славится лорд ну, на этом лифте я поднимался насколько я помню потом проходил там по всей высоте и возвращался через шорткат в основное помещение что странно, да штальная тропа сюда я падал наверх забирался угодите здесь на всякий случай проверю а ну вокруг мы тоже бегали там ничего не было но здесь вниз, да получается, демазик мне нужна наводка уже, правда, я спустился впереди, насколько я помню длинный путь тебе шорткат открыт блин а, имеется ввиду спрыгнуть вниз можно, да здесь вот сюда вот, да ну это единственный шорткат демазик поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает да в конце где переход там был балкон с телепортом ладно, давайте здесь проверим так вот он балкон с телепортом так вот он балк да, понял то есть вот у нас направо лифт давайте попробуем но мне казалось поднимался по этому лифту души забыли да там вроде немного душ было да, я здесь был я здесь был я здесь проходил здесь было много неприятного народу очень много неприятного народу ну вот такого вот ладно, проходим скипаем это все впереди еще один будет сейчас с огнем ага, и вон PC наверху да, понял вот к нему я не ходил к нему я не ходил нет, нет ой, дурак черт ну тут поторопился одного оставил не убил на второго наехал тоже неправильно давайте сейчас через лифт наверх сразу только не падай вниз дальше пробежим ждем ну там надо аккуратнее будет скорее всего за мной все все вот эти вот змеюки побегут мне надо гравитес использовать будет здесь пробежать попробуем вдруг останутся сзади жалко за собой закрыть нельзя сзади сзади Ну Мужчина Угу, отлично Опа Как он умеет, а? Что у него с головой? Кажется, он собирался Головой меня пробить Очень странные люди Так, что здесь? Здесь у нас телепорт какой-то Видимо, это он и есть Можем ли мы снять отравление, чтобы... А, у меня же была фляжка, которая снимает статусы Отправиться в другое место Капец Давайте посмотрим, куда меня Отправят Какая-то пещера, печать марики и сразу босс впереди Олег Погнали Ё-моё, это что такое у нас? Олега не вызвать Змей огромный какой-то Олега не вызвать, что маны не хватает Что за копье? Я не понял Охотник на змей Это новое оружие Охотник на змей Одновременно двурочный меч и копье При встрече со змеем является Являет длинный клинок света Считалось, что именно этим оружием в давние времена убили бессмертного великого змея Когда подданные поняли, что героические устремления господина превратились в обычную жадность Они стали искать оружие, способное его остановить Особый навык охоты на великого змея Совершите мощный выпад вперед Повторите атаку, чтобы выполнить удар снизу вверх Во время битвы с ликим змеем Ваше оружие явит свою истинную суть Выпустив длинный световой клинок О, там нет урона Ну, как бы Может здесь Понял Ё-моё 1500 урона он дает Капец Вау О, там нет Так Блин, а почему я восстанавливаюсь, черт знает откуда, а не смарики Ты не нажал на благодать На какую благодать А, на эту благодать надо нажать А это ж вроде активировано Так, что-то я потерялся Не, я не хочу точить копье ради босса, вы что У меня и так-то камней нет Но Есть у меня сомнения, что какая-нибудь обычная катана Вообще будет нормально работать То есть вообще не факт, что я дойду до До него нормально Ну, надо попробовать Надо попробовать Ну, для начала попробую сократить путь до него Сейчас пробегу мимо всех Телепортируюсь к нему Мы там дальше посмотрим И нам не поддержал Наши карту Есть другие сообщения Ты пропустил после телепорта Благодать и точку призыва для оленя А, вот так надо его Обычно Ладно, окей Погнали Ну, я думаю, что щит вообще лесом идет Надо Прямо парваться во что-нибудь Типа Двухкатанное Концентрироваться на На кровотечении серии атак Демазик поддержал ваш канал На 200 рублей И сообщает Почему опять не нажал на благодать Я не видел там благодать И зачем мне благодать? Выпей, пожалуйста Демазик поддержал вашу Но он реально вблизи не бьет Да как так-то Ближе надо, ближе, ближе Вставай, блин Вставай, бей, Алеша, блин О, сработало Кровотечение У него новые движения какие-то появились Истерии Ядом заплюем Ай-яй-яй Ай, вот это плохо Будет смей выпить Давай Когда там блиц следующий Да, и завый босс какой-то Снимать Снимать еще показываю Блин, ну они явно не рассчитывали Что так будет Дурачок действует Что пойдет сразу Эй Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй Лежи спокойно Очень хорошо Что это, блин Это явно не лут Он мне достает Это Ай Ай Ты Примкни к королю-змею Назови его своим родичем Вместе мы уничтожим Самих богов Блин Я не готов У меня бутылок не осталось серьезно давай я не понимаю что происходит ну это просто жесть где урон и мощи плевать что блин что блин что блин что блин как это как это как как не ну мне кажется что мне рановато к нему но вы видели сколько уронов наносил по нему вообще то может копье реально прогрейдить ну там не было урона там ну просто не было урона там точные катаны вообще ему плевать димазик поддержал ваш канал на 300 рублей сообщает ну да кань эпично после телепорта остановись и завязай благодать копью грядить не надо после телепорта остановись и завязай благодать а как его убивать то это же а вот благодать ну хоть это хорошо так что по самом у нас что у нас по самому что у нас в принципе по катана не катана щит не щит хрен его знает отражать там особо нечего а давай попробуем стандартный щиток поставить 90 и нужно олега взять если мы поставим например увеличение получаемого урона мы дотянемся по опять что случилось погнали ну раз на пару тогда давай сразу сразу давай поставим катану вторую на эту фазу погнали олежечка да как так то пани опять извините а и Я не могу уже, сколько можно? 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 погнали ну первую фазу пройдем змея или ящерка это какой-то комбо 3 попадается равно крутится попадает как бы мне этот момент да блин давайте попробуем годриковским луком пострелять вдруг тут есть какое-то оружие интересное ну я во-первых на лаву не хочу заходить потому что она все равно наносит какой-то периодический урон нужно очень много дамага в него внести прям невероятно много то кажется под годрика у меня нет с родных болтов они же дорогостоящие гады да там нет болтов если я могу стрелять стандартными из годриков ского лук или нет вроде должен теоретически могу проверим так чисто глянусь нет ли какого-то с бонусного урона ливень радана мы кажется бахнуть не можем хотя бы можно попробовать а где выстрел капыля серьезно а он под себя сделал 450 понятненько не на это это извините где твою как охотник на змей называется да можно попробовать скопил челленджи нет но я попробовал копьем потыкать с обилки мне понравилось но может быть реально обычные удары копья будут лучше чем мои попытки вот эти вот всем интересно с подсказками нет совсем нет про копьё я бы от безысходности скорее всего бы вспомнил можно попробовать подсократить под него а вот так вот понятненько там какая-то хитрая штука была что именно копьём он и вроде маной много не тратится да что ж ты будешь делать капец да им гораздо проще может нам переместить ласку с на ману и пласку на ману перенести чтобы на вторую фазу хватило ну и понять когда ты успеваешь пробить когда не успеваешь пройти пробить и возможно попробовать еще знаете что сделать перенести сильные заряженную атаку провести ну то есть из заходим но через шифтом через сильную атаку ну то есть что да что же нам постановку то то перебиваем моего атаку то не перебиваем давите не надо подходить к этому к лаве тратить жизни если не пропускаешь удар это все в общем вообще даже не обязательно ладно обязательно брось как вставали вставали возможно стоит дожидаться его удара перед тем как самому лезть ну типа чтобы у тебя было а у меня тут тупик оказывается к выходу да я не могу выйти да блин не стоит сильно отступать потом придется все равно куда-то убегать да все оказалось проще то есть тебе выдают перед боссом копье этим копьем надо его убивать даже несмотря на то что там у него урона типа мало на без сильных атак все равно тупо успеваешь там три раза ударить это где-то тысячи три здоровья да я живу я уворачиваюсь еще не нравится да и да и да и да и да и ух ты упал а можно добить как-то его нет шест олег готовься олежу олежу сейчас будем вместе копьё имбовое только против этого босса ах ты смотри какой олег давай делай настало твое время но олеж по две тысячи просто а молодец олег а чё мне с маной то держись олег держись олег ой 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 да я жив прям под тебя блин там по 10 косарей кп просто 11 12 олега нет что происходит конечно конечно но не а 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 и а то есть тут эпич из эпичный зашкаливает просто она просто за ТОГЕЗА! ТОГЕЗА! Щао бьем. Не переживайте. Да, недооценил я дистанцию яда для начала. Ну и потом из-за яда не видел уже следующего удара. Да, но моя попытка с двумя катанами пробить босса на второй стадии, когда там комбо с копья по 15-20к, просто ты тычешь там по 400-500. Нереально. Очень похоже реально на того босса, помните, с третьего Дарк Соулса Рыцаря Громадного, которого ты можешь по пяткам пинать полчаса. Аплодисменты. Аплодисменты. Время. Аплодисменты. Урис. Аплодисменты. Время. Продолжение следует... Олег... Сейчас главное спамить по нему, пока Олег работает... Ой-ой-ой... Да что ж ты игноришь-то моего друга? Олег... 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 Ай... Ай... Не, ну это конечно... Просто... То есть если знать как его убивать, то конечно все просто, особенно первая фаза ведь... Олег... 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 Ай... Забыл про этот удар... Ой, плохо... Блин, подпустил я его зря... О-о-о-о... Да-да-да... Да-да-да... Это съешь меня... То есть возможно его как-то надо ловить на подходе и не давать ему там плеваться, например, или еще что-то... То есть держать такую дистанцию, которая позволит тебе не отдавать землю за своей спиной, а... ну... А держать наоборот оборону... Ну босс, конечно, классный... Блин, жалко, что сейчас выходить уже надо... Успеем... Этого тоже можно без мяча ковырять, но там лава, вот в чем проблема... Вот это вот интересный момент... Наверняка можно было как-то добить его... О-о-о, это плохо... Ай-яй-яй-яй... Ай-яй-яй... 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 Ай-яй... 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 Нет. Нет. Найк. Так, первый пошел. Выпилим. Олега вызываем. Пропиваем. Пропаем. 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 Сейчас нашли газа. Нет, да как так? С этого момента продолжим с вами послезавтра. Спасибо, друзья, что смотрели. Завтра я, к сожалению, одним днем буду не за компом уже. Вот, увидимся с вами. Но это очень эпический босс. Немножко подпортило впечатление самое старое там, ну, начало самое. Потому что нашел копье, потыкал, не понял смысл. Начал там тыкать катаны, вот это вот все. Потом из лука, потом рассказали про копье. Короче, убьем, конечно же, его. Куда же деваться. Но босс крутой. Спасибо, что смотрели, спасибо, что болели. До завтрашнего вечера. Пока-пока-пока.